Добрый вечер, приветствую на AllSuite Online. Мы начинаем обзор и по традициям начнем с экономического календаря и событий, которые ожидают нас на следующей неделе. Итак, Штаты. Касаемо Штатов, будет очень насыщенная неделя, кроме понедельника. Все четыре дня будут с важными отчетами и будет, в общем, жарко. Значит, во вторник New Home Sales, тоже фундаментально важный фактор и он будет 10 по Чикаго, в общем, вечером по Москве. Среда, вот самое интересное, и петролиум, и фомки. Фомка, минутка, и это будет поздно, очень поздно, вечером. Собственно, не пропустите, если будете торговать в это время, осторожнее, волатильность может быть. Соответственно, в Канаде, если не ошибаюсь, в этот же день отчитывается по процентной ставке. Да, среда. 17.00 решение по процентной ставке в Канаде. Интересно будет, если будут изменения в Канаде в этот же день, то, может быть, начнутся какие-то намеки на изменение процентной ставки в Штатах. Посмотрим. В общем, дальше завершим по Штатам. Четверг Jobless Claims на открытии биржи американской и ВВП в пятницу 26 мая. Вот так вот будут закрывать месяц горячие такие отчеты. А это только по Штатам. Собственно, осторожнее, отметьте в себе все важные события в смартфон напоминания, чтобы не пропустить. По другим странам. 23 мая ВВП Германия. Ну, в принципе, неделя будет насыщена по отчетам по ВВП нескольких стран. Также индексы делового климата Германии. По инфляции Британия отчитается. Это все вторник. Потом среда. Также Германия отчет о деловой активности в производственном секторе Германии. Вот так. Далее, ну, процентную ставку я уже говорил. И в четверг у нас ВВП по Британии. Вот так вот. Квартальный и в 11.30 это все будет по Британии. Так что вот такие у нас события ожидаются на следующей неделе. Так. Теперь начнем с индекса РТС. Отметим сейчас в синхронизаторе. Да, еще хотел пока идет подгрузка. Обновления в программе происходят практически каждую неделю. Сейчас зачту из последних. И кто, 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 кто касаемо интересного изучения по объемному анализу. Вот ссылочку я сбросил в чат. Московская биржа организовывает вместе с нашей компанией. Познакомьтесь, кому интересно. Значит, в Cluster Profile и Range Bar Chart добавлена точка восстановления. То есть, для пары тикер плюс таймфрейм, сетап. Ну, там уже разберетесь. Если будет не понятно, как пользоваться, сразу напишите на e-mail. И мы, скорее всего, в ближайшее время даже сделаем знакомительный ролик. Значит, горячие клавиши в окно ордеров добавлены. Это, в принципе, для удобства и для быстрого реагирования. И есть alert, уже создали в Bar Chart и Cluster Profile для нового уровня максимального объема. То есть, когда Point of Control меняется. Грубо говоря, давайте на одном примере. Сейчас подгрузим. Ну, остальное вы, в принципе, знаете. Ну, те, кто еще не слышал, уже есть версия для Windows Phone и на App Store. Мобильная версия платформы будет синхронизироваться с базовой, которая стоит на терминале. И пока мы только тестируем ее на бета-тестирование. Поэтому все свои комментарии, возможно, какие-то будут даже предложения, либо пожелания для мобильной версии пишите на Facebook, в принципе, в любой социальной сети, которая у нас официально. И мы рассматриваем все приложения, замечания, даже, возможно, какие-то внесения каких-то изменений. Это, в принципе, обсуждается. Так, ну, в общем, Point of Control, который максимальный объем, то есть, собственно, наиболее интересная цена на рынке. Сейчас я вот буквально открою модуль. Даже пускай баровый график. Вот баровый график. Убежал. За любой период, в принципе, формируется одна точка, которая достаточно объемная, наиболее объемная. Как только максимальный объем, то есть, вот этот уровень идет с максимальным объемом за период текущего дня. И как только будет, допустим, перевес на этом уровне, это означает, что смена Point of Control. И это можно сигнализировать. То есть, ну, те, кто следят очень тщательно за непосредственно максимальным объемом, это будет очень полезно. Так, что-то тут у нас... Так, ну, собственно, РТС. Вот мы как раз подгрузили. Посмотрим за контракт картинку, как сейчас по индексу офсет дела. Степень ликвидности... А, это 16, я думаю, что такое опять. 25. Так, одну секундочку. Вот, последнее время, как раз перед этой неделе, были неплохие объемы. И 18-го числа, ну, как неплохие, сравнительно в рабочем режиме. А на этой неделе, как раз, отличилась четверг, среда, были повышенные такие обороты, дорогие. Поэтому вот этот массив мы сейчас будем выделять более детально, и он, как бы, приоритетный относительно недели. Мы сформировали его, опять же, на уровне 107 с копейками, собственно, вполне может подтвердиться поддержка. А мы сейчас проверим, насколько там активны были участники. Вот, ликвидность была как раз вот в четверг, пятницу интересной. Давайте посмотрим по открытому интересу, что там происходит. Ну, степень открытого интереса, как раз пришлась на четверг, наиболее активно. И немножко сбросили перед выходными, видите, все-таки. Поэтому и маневр, который создали 18-го числа, не получил продолжение. Ну, давайте посмотрим, что там было у нас по агрессорам. Ну, как видите, основная часть вот этого участка, она приходится на... Так, спорный вопрос, конечно, но более крупные дельты были на стороне Селера. Сейчас мы детально посмотрим на 15-минутом таймфрейме этот участок, и зафиксируем необходимые уровни сопротивления и поддержки. Итак, достаточно крупненький уже по объему уровень ядро текущего контракта июньского. Совсем недолго осталось до экспирации, поэтому учитывайте это. Если не ошибаюсь, совсем скоро ожидается собрание объек, решения какие-то будут. И это очень повлияет, собственно, на динамику черной жижи, и она за собой может потащить. В зависимости от результатов и реакции участников на решения, которые будут приняты на заседание ОПЕК. На сокращение добычи, либо еще какие-то будут вводиться правила игры. Так, ну тут, я думаю, видно и без сложных технологий. А 106-ю просто, как блокпост, очень уже много раз поддерживают. Так, у нас получается 1, 2, 3, 4, 5 и фактически вот 6-й раз. Но тут как-то пятницу не поддержали. То есть, небольшая коррекционная реакция есть, но она по большей степени связана с фиксацией перед уикендом. Давайте посмотрим, что там было. Так, это у нас дневки. Как видите, 3 дня из 5 были в основном на селлерах. Открытый интерес даже чуть-чуть прибавили сегодня. Оказывается, это не фиксация была. Чуть-чуть открыли позиции и дельта у нас там идет даже на стороне байера. Дельта после такого снижения, в принципе, даже больше должна быть на покупках. То есть, фиксация продавцов плюс байера заходят. Тогда уже было бы дельта не 8 тысяч, но как минимум хотя бы больше 16. Ликвидность, как видите, почти миллион оборотов. И дельта там всего лишь 18 тысяч контрактов. Ну, в общем, давайте сейчас зафиксируем. Наиболее такие агрессивные точки. 108 550, 109 200. Это за четверг. И посмотрим тут, как как раз определение было по... Сейчас модель-то еще подключим. 25 мая помогают в чате. Совсем забыл, тут же нету туры. Михаил, здравствуйте. 25 мая, застояние ОПЕК в Вене. Сокращение добычи на 9 месяцев. Вот так вот. Спасибо. Было бы отлично, если бы Михаил в минут 15 вначале по фундаментальному анализу разложил все карты. Потом уже и объемные можно было... Так. Ну, мы в основном... По спекуляции, поэтому в долгосрочные маневры у нас... Так, сейчас пока грузится объем. Напомню, что фактически вот на следующей неделе уже 26 мая. И там еще две недели, и уже будет 15 июня. Соответственно, завершение июньского контракта. И подведение итогов по рейтингу. Этот раз мы хорошенько отметим всех, кто участвовал, всех, кто показал себя с наилучшей стороны. И на доску почета обязательно все разместим. Было бы еще интересное интервью, такое даже в текстовом формате, хотя бы так. А, я понял, здесь включен за целый год. Сейчас, на секунду. Большой период просто включен. Так, давайте посмотрим, что у нас тут по распределению объема. Итак, 23, 21, 10, 12. Так, давайте мы все-таки... Эту неделю детально разберем. Ну вот, пресс-скил минимальный ставим, и уже картина меняется по дисбалансам. Вот, видите, здесь блоки, я, наверное, плохо видно. Сейчас я разобью эти два. Вот он так. Хочу вам показать просто, где на сессии были такие весомые уровни. Вот, можно заметить, что здесь площадка со стороны бидов, ну, тысяча, две, две и три. И, то есть, тут даже, ой, перевес идет по каждой цене практически. Возьмем, выделим данный коридор и зафиксируем. Так, это у нас один участок с таким активным дисбалансом. Так, 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 так. Давайте мы волю броню сейчас немножко поредактируем. Вот так, я думаю, лучше видно. Здесь точечный дисбаланс. Мы его таким вот цветом поставим. Здесь тоже, как видите, все в красной материи. То есть, пока цена торгуется, там, 108-200, потенциально, там, понедельник, может, ко вторнику будут подходить. Можно попробовать потестировать в качестве сопротивления. Ну, в том случае, если агрессивность байеров не будет в районе активности, как четверг, ну, либо чуть-чуть меньше. Далее у нас идет еще коридор тут повыше. Эта среда отличилась. То есть, это в точке с таким достаточно весовым перевесом спроса приложения. Непосредственно там, где было сильное давление на цену, очень сильное. Здесь мы берем сразу за два дня. Там, где были такие маячки. 110-600, 110-750. Даже можно захватить вот эти еще цены. 110-500-10, 500 даже округлим. 110-750. Это первый уровень сопротивления, с него как раз среда и ушла. И коридоры уже четверга, в основном, 108-500. Давайте подаем. 108-600. Второго ранга 108-300, вернее, 108-200-10, 108-250 и 107-900-108-080. Как видите, со стороны байеров не так уж и много таких уровней. Но вот здесь, допустим, точно нужно выделить за пятницу 106, вернее, 16-16-23-60. Там порядком неплохой перевес. потом перевес у нас тут идет еще по пятнице, я смотрю, такой объемный участок. Сейчас мы немножко его расширим. так, вот здесь должны быть интересны уровни 4-7-4-2. Нет таких прям больших. Хотя вот, вот начались. 3-4 против 1-9 почти в два раза. Вот здесь могут зацепиться на поддержку, хоть не на самом минимуме уровень сформирован, но это за пятницу конкретно поддержка. Возьмем, сейчас выделим еще уровень ядро недели и вот этот уровень еще необходимо взять на заметку. так, ну вот такие у нас уровни. Сейчас мы захватим ядро недели за два дня сделали, как видите, то есть это сильно постарались. И давайте более детально, мы сейчас на 15 минут в таймфрейме в каждое воскресенье было бы классно, если бы в пятницу делали. так, вы размещаете где-то эту аналитику фундаментальную? посмотреть, ну проще написать все валютные фьючерсы, все необычные валютные фьючерсы. так, итак, ядро недели за, ой, тут не ядро недели, а вот с 15 вот так будет более точно. итак, фиксируем 111.400 по 111.000 ровно, это очень хорошо, что ровненько. Далее, VWP у нас на уровне 109.000 с копейками, 109.300 это среднеизвешенная цена, то есть относительно объемов всей недели, оптимальная цена, то есть, ну, грубо говоря, воспринимать нужно, к примеру, там, сколько сейчас стоит там, квадрат недвижки в таком-то районе в среднем, вот то же самое, то есть, за эту неделю в среднем цена оптимальная 109.300, как только выходим за 109.300, уже это территория байеров, то есть, они пытаются удерживать контроль. Пока будет неделя следующая болтаться ниже видов VWP, ориентируйтесь на сопротивление. Ну, и второй такой, тоже значимый уровень, необходимо отметить среду, здесь мы отставим маркер сопротивления, так как среда ушла достаточно красиво, я думаю, там видно хорошо, особенно вот эти проторговки агрессивные, практически на каждом сите, ну и в середине дня тут тоже были сильные такие агрессоры. Захватим еще уровень вот этот 109.700 по 110.230, более точно 110.220. 200. Далее у нас идем якобы реверсивная модель, но тут достаточно мало обратить внимание, скорее всего к этому манипулятивное, немного байеров было, как видите, по сравнению с Delta на Short, и затем вот такие активные участки со стороны покупателя. Открытый интерес в пятницу подрос, плюс объем чуть-чуть меньше, чем четверг, но стоит заметить, что совсем немного. Давайте посмотрим, кастомизируем сейчас вот этот непосредственно момент с реверса. у нас получается основные два диапазона здесь по объему и тут. Сейчас мы их еще по Delta зафиксируем. Так, активные покупки по Delta за вот этот период мы фиксируем здесь, и вот плотненько идут по 107 270. Соответственно диапазон можно прощупать попробовать на предмет поддержки плотненько плотненько вот здесь у нас 107 720 по 107 820 и затем плотный участок идет у нас 108 и выше ну тут видно я думаю значит по 108 200 можно смело брать на вооружение тут видите по Delta агрессивно толкнули вот и цена болтается пока выше этого уровня собственно такие три локации на возможную поддержку на следующей неделе так как достаточно коварная получилась расторговка четверг плюс пятница вот но если будет сложность у понедельника вторника вот этот коридор как раз 109 300 109 700 110 200 в среду если будет сложно в понедельнику преодолеть цену в понедельник соответственно в покупке могут быть под вопросом ну по неделе если так в целом оценку дать кто больше контролировал маркет я думаю тут очевидно что контроль за селлерами и по дельте кумулятивной по каждому дню если обратить внимание то прирост агрессивности 3 дня и затем такой провал набирали совсем чуть-чуть и возможно это не создаст особый такой перевес чтобы держать контроль на следующей неделе поэтому 109 300 по 110 200 в такой первый уровень сопротивления который нужно преодолеть чтобы восстановилась восходящая динамика ядро недели достаточно далеко 111 114 100 ну второй уровень локации это 107 200 100 7 700 это четверг плюс пятница самая видная сессия в четверг и мы переходим на сбербанк давайте посмотрим что там на акциях происходит и так сбербанк на этой неделе так и не ушел выше отметки 170 и у нас ликвидность была такая неплохая вот миллион 123 тысячи вторник так и не ушли ниже площадки цена 164 поддержка мы отмечали кажется этот уровень должны были точно отмечать 165 50 копеек а тут 300 и давайте сделаем вот так не будем мучиться далее пока этот уровень как ведь поддержали давайте посмотрим что там было у нас по дельте значит покупки набирали здесь это у нас получается 15 весь день и 16 весь день 17 по сути похоже что был выброс снова то есть скинули и снова начали набирать это выглядит таким образом набирают позицию сбросили снова начинают по дельте работать на покупку дельта идентичная картина была на прошлой неделе первую часть недели набирали покупки сброс и снова восстанавливают активность на покупку так и вот видите такие резкие скачки причем причем вкажется на этом квартале это топовая дельта была с таким дисбалансом 90% нет была такая дельта у нас 600 тонн и тут у нас дельта 458 ну вторая по рейтингу за этот квартал на сбербанке сейчас мы WP доставим ну вот вокруг 168 как раз и стоит уровень среднеизвешенной пока не дошли даже до первого отклонения там в районе 170 70 171 и опять же площадку удержали соответственно пока есть шансы и надежда что динамика будет восстанавливаться нужно пробить конечно уровень сейчас мы отметим вот здесь неплохо поработали тут полтора миллиона 170 возьмем в качестве сопротивления тут на гистограмме достаточно мощно прошлись по коридору затем идет 171 вот эти цены пока удерживают для такого более показательного расширения за 171 нужно больше ликвидности оборот за сессию приток ликвидности ну и соответственно дельта по объему сказать что там сильный какой-то приток пошел сложно так как видите на разворотах по миллиону 300 идут по часу это не дневки часовики вот соответственно хотя бы такие уровни должны быть свыше миллиона тут их даже не было поэтому пока осторожно работают и соответственно за этим уровнем следите 164 165 это среднесрочная поддержка и 170 171 на сбербанке так по неделе в целом на 15 минутам таймфрейме покупки начали еще с четверга 17.00 набрали площадку здесь потом весь день сегодня стояли выше 166 набирали подчасти в основном ну здесь такая нулевая дельта но до 12 была активная более команда байеров ну и вот до 17 15 соответственно также у них активность поддерживалась отметим эти уровни и на следующей неделе если сберб будут удерживать выше этого диапазона соответственно ртс тоже будет ориентироваться на минимум недели уровня мы отметили сопротивление которое может нам испортит настроение в этом плане макс недели на 170 вот коридор ну тут явно без в каких-либо сомнениях работали крупные ребята и посмотрим сейчас ну в общем все шансы все вся надежда критит мультина дельта за неделю сейчас мы подням разобьем вот из 5 дней 3 на стороне байера поэтому если рассчитывать что тут два крупных участника заходили это был сброс соответственно ну средняя взвешенная как раз вот в районе 168 идет соответственно поддержку на 168 которую сформировали сегодня и массив дня 166 166 80 ну если этот уровень уже будут агрессивно поддерживать это хороший хороший признак на то что будут атаковать 170 171 если пробьют последняя надежда на 166 168 поэтому будьте внимательны ну опять же смотрите кто недавно присоединился к Wall Street Online я всегда готовлюсь к сессии и сценария на покупку рассчитываю сценарий на продажу то есть не навязываю себе какую-то одну динамику чтобы потом не разочаровываться если идут сценарии на продажу работаем на продажу поэтому выделяю уровни поддержки сопротивления вы уже там по своим стратегиям ориентируйтесь как у вас там устроена торговая стратегия у всех же разные стратегии поэтому целенаправленно быть или не быть этот вопрос снят просто и это намного облегчает торговлю на самом деле так ядров за квартал по Газпрому вот здесь у нас 127 и 6 130 с половиной 36 так и осталось ну как видите пока еще нет у нас хороших таких новостей крупные очень ликвидные две сессии прошли на очень крупном дисбалансе тут дельта миллион 700 и это топ за этот квартал давайте посмотрим что за два квартала за декабрь так 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 ну не самая слабая эти были побольше 2,8 это только дельта то есть оборот 24 по 3 мая последний такой участок где были какие-то байеры тут как видите не все слава богу то есть какие-то проблемы у газпрома с потоками возможно там ну и по из как видите дельта на покупку уже вторая волна вот идет формироваться единственная надежда причем такой уже был сценарий если не ошибаюсь вот тут похожий вот он тоже очень активная дельта на шорт кто-то планировал здесь будет поддержка и сразу реверсивная очень быстро развернулись и ушли вниз поэтому вот здесь ловить поддержку вслепую будет очень опасно такой уже маневр был вот он идентичная схема вот сейчас будет только масштабом больше поэтому в районе 121 с половиной 123 не спешите даже если он неделя будет стоять там флетово на одном уровне как раз перед опеком будет уже понятно примут решения какие-то дадут какие будут последствия после заседания опек и вообще как это реагирует возможно специально сливают чтобы затариться подешевле посмотрим ну в общем картина такая и ликвидность 8 миллионов и 5,7 вот четверг пятницы очень активно поработает внимательно следите и вот у нас по дням дельта зашкаливает просто здесь невероятно большие дисбалансы начиная от 126,7 значит если вы планируете покупать газпром пока повремените я думаю что как минимум пока они не придут до локального минимума за два квартала а там уже после опек будет видно если до опек либо после опек начнется агрессивная ликвидность и на стороне байера чем черт не шутит можно будет попробовать но не один день а желательно дня два три за один день много не нагрузят поэтому они будут несколько дней грузиться как видите это кумулятивная дельта по дням вот и за неделю дельта только набирает обороты рубль S&P он последний в списке если успеваем смотрим последнее время никто особо про него не спрашивал и я подумал что если только одному мне он нужен я лучше больше времени буду уделять там российскому рынку инструментам вот если есть желание интерес то будем рассматривать конечно просто я неоднократно просил какие-то пожелания возможно инструменты ну в общем обратную связь через социальные сети наводить никто ничего не пишет молчат я решил что S&P пока не интересен всем так рубль в общем вернемся к нашему контракту мартовскому рублик и у нас по четвергу тоже высокая активность коридор соответственно пока не расширили ядро по рублю 58 округлим по 57 это за контракт и маневр был вчера как раз за пределы ядра если задержатся здесь и будут еще раз пробовать атаковать 58 400 возможно движение до 59 давайте посмотрим что там по открытому интересу 17 был прирост еще позиции а вот у нас сразу идет такой провал за два дня выходит и тут у нас по 19 числу даже агрессивные продажи вот так вот нулевая дельта за 18 число представляете 7000 разница между бедами и асками то есть объемом побит паск от оборота 3 миллиона 800 тысяч это в процентах просто но в 2 2 ничто в общем 0 а пятница 10 процентов дисбаланс между спросом и приложением там беда с объемом то есть как видите за контракт если я увеличу немножко гистограмму 9 и 5 было вот здесь тут у нас 8 и здесь 10 то есть топовая дельта на стороне селлера вот было 10 и 7 на стороне байера тут 10 и 3 то есть ну агрессивно зашли а вот повысь вы их давайте сейчас еще посмотрим как там набирались не набирались значит открытый интерес падает фиксируются те кто заходил поддержки вот 56 57 выпрыгивают так сейчас немножко гистограмму верну в привычный нам вид так ну волна на шортах до 12 миллионов набрали объем а тут 8 всего лишь и сразу же сбрасывают соответственно есть надежда что будем атаковать 56 500 так как динамика на рост пока вот остановилась 3 дня и потом идет фиксация как видите по открытому интересу плюс дельта все подтверждает соответственно попробуем посмотрим возможно так и будет сейчас отметим уровню необходимую для и и spot проверим так у нас у нас у нас вот такая по ликвидности активность ну последнее время так ровненько шли без злишеств 5 числа был такой сильный активный сейшн вот она 151 тонна за день и 248 19 числа то есть сегодня 7 тонн вчера то есть из миллиона с чем-то объема нулевая дельта то есть просто не верится и так 248 в основном фиксировали и мы зафиксировали что 3 дня была такая волна на набрали там немного особо покупок и похоже что их сбрасывают на всякий случай фиксируем поддержку 56 600 56 650 это по 16 и 15 числов агрессоры и 57050 как раз тут пятница и привал пока но цена болтается на минимуме пятница есть шансы что в понедельник прошу поем ниже 57 по пятнице это 57 650 уровень и давайте возьмем с 17 числом 57 450 возможно коридор будет защищаться также в четверг не просто так уперся в уровень у нас тут был сопротивление 58 600 даже не дошли до него немножко сразу установили поэтому мы его обновляем коридор объединяем сейчас попробую показать примерно как это делается ой то есть вот таким образом теперь эту линию если двигать под коридор таким образом стоять то есть на одну линию расширяется коридор эти 370 там аккуратно чуть сопротивление то есть это прошлая неделя тут была агрессивность раз и тут защита поэтому это как сопротивление возьмите на всякий случай поддержка у нас также еще захватим этот коридор тут у нас 25 примерно на глаз так ой 250 25 плюс чтобы быстро ориентироваться на с какой цены был уровень мы берем 24 ставим и будет все четко понятно с какой сессии это был старт вот так и соответственно здесь мы ставим 4 мая вот так сразу понятно с каким уровнем на самом деле выделен массив спот обязательно посмотреть нужно спот евро дx фунт 6 6b dx dx я сам не против посмотреть что там происходит с этим индексом так томик спот ус том это на завтра и так прошлой неделе у нас интересный был маневр 5 числа я еще подчеркивал что дельта не просто так прошла она редко проходит на споте отрицательная и собственно как видите вовремя предупредил так тут мы коридор зафиксируем и опять но 19 числа дельта у нас только 32 тысячи давайте наиболее ближайшие коридоры где были агрессивные дисбалансы со стороны селлера это 5725 5735 осторожненько проверяйте будут ли пускать выше или не будут если активно сдерживать по цене будут то сопротивление подтверждается так тут мы уберем этот фильтр вообще вот так теперь все аккуратно и понятно так и восемнадцатого и семнадцатого двести шестьдесят и четыреста тридцать бывало и побольше но обратите внимание тут прям как ошпаренные ушли среда и четверг практически микрогэп такой небольшой и возврат и возврат сразу пятницы на тот же уровень среды соответственно зачем такое было делать неизвестно но поддержку вот тут обязательно захватите на всякий случай если маневр будет со стороны поддержки я думаю что вот здесь точно начнут проявлять себя ипси шесть семь вот здесь у нас среда отличилась пятница тут и остановилась поэтому хоть пятница и торгуется на минимуме практически есть шансы что будут закрывать 56 и 266 35 соответственно сценарий на пробитие вероятен когда уже пройдут вот этот коридор до этого может быть еще проблем так и 58 с копейками это то что оставили четверг плюс вот эта точка важна 57 35 самый свежий такой на эту неделю пятница у нас вот в каком ключе только перед выходными сбросили ну вот такая картинка у нас диапазон тут очень активно работают начинает 56 фактически если округлить и до 56 40 то есть коридор уже несколько раз несколько недель стояли и вот еще раз с этого уровня вроде как защитили на сценарий на покупку становятся поддержки которые вот здесь за три дня сформировали сейчас я выделю тестируют ее и набирают объемы за два дня и уходят опять наверх вполне может быть такой сценарий поэтому возьмите вот этот коридор наверно тут уже напутал вот тут и вот этот вот две поддержки как раз пятница упорлась в первую вот первая у нас путает вторая они обе в принципе равносильны но учтите евро 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 европа гнала наверх америка дальше 1.12 и так евро открытый интерес и мы убираем все линии что у нас по открытому интересу 4 дня из 5 на этой неделе был прирост по открытым позициям входят это интересно то есть это будет событие в принципе оно уже происходит единственное что дельта как видите не соответствующее давайте посмотрим вы с вы вещем что он нам скажет так тут у нас набирали до 609 подгрузить 609 набрали давайте посмотрим по тег директ 19 здесь здесь ударные два дня были мы сейчас их возьмем это вторник и понедельник целяешь сверх пятница пытается расширить ликвидность это вот нужно отметить под линеечку три одинаковых дня идентичная активность тут была когда три дня идут в один ликвид это очень подозрительно 238 237 241 так это нужно смотреть детально потому что очень интересная ситуация так понятно тут так Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Так, цена этой недели болтается на максимуме не только за неделю, но, как видите, и за контракт. Открытый интерес набирает позицию. Удерживать контроль на макушке контракта за такой период, это должно проходить на хорошей ликвидности. Ну, сегодня не супер ликвидность, но предыдущие три дня достаточно неплохо отличились. Давайте возьмем, выделим контракт. Значит, поддержки 0.945, 85, 95 по 11.05. Это те уровни, которые неплохо так себя показали. Предыдущую поддержку уже защитили. Мы сейчас ее тоже зафиксируем. Историческое событие. 88 по 89 с копейками. Вот здесь активность была. Коридорчик вот. Защитили. И, похоже, активность тут у нас сформировалась на вот этом уровне поддержки. Соответственно, есть шансы на восстановление динамики, пока будут торговаться выше. То есть, не будут пускать ниже 10.95. Как только уходит ниже, сценарий на покупку пока отложите в долгий ящик. Пока не появится снова агрессор на покупку. Так, 7.35 и 7.50 это вот здесь. Уровень поддержки. Теперь давайте посмотрим неделю более ближе. Собственно, удерживать контроль на макушке и не позволить коррекцию даже за неделю. Это намек на агрессивное поведение байера. Значит, за неделю у нас получается ядро. Макс объем прошел в 11.24. И тут у нас и 11.55. Будет ядро недели. Так, комбинирован. Вит Абл и Пи болтается чуть ниже. 5 единиц. Это надо как-то отдельно выделить уровень. Такой необычный. 5 единиц. Мы берем лишние лимиты. Значит, понедельник ядро 100.03. Результат активности понедельника у нас понятен. И еще в такой интересный момент был вот в районе 10.88 по 93. Кстати, вот интересное... Ну, те, кто торгует уже давненько, там, не первый год, были ли у вас какие-то случаи, там, истории с какими-то определенными ценами? Там одна и та же цена, там, в одну и ту же модель проходила, и вы наблюдали это какое-то длительное время. То есть, такие необычные вещи с ценами. Если такие были ситуации, очень прошу, было бы интересно почитать, пишите там под видео, или в фейсбуке в группе Wall Street, или же там на Google Plus. С удовольствием прочитаю, потому что столько ситуаций бывает с этими ценами, просто уже диву-дивуешься. Так, и вот на 12-й массивчик наверху. Так, сетка уровня есть, активность понедельник самая слабая, следа четверг наиболее активная. Тут ядро недели, соответственно, 1124-1155 экватор, пока мы выше, то есть, коридор байеров BW ниже, корректировка нормального явления, и желательно в этот уровень удержать. Соответственно, динамика будет продолжаться. Пробитие в ядра, учитывая то, сколько дней они тащили котировку наверх, а это начиная с 11-го мая. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Это седьмой день. Ну, вот этот день, как бы, брать за коррекцию, не поднимается рука. Так, просто немножко сбросили стопики, даже не корректировались. Семь дней рост, поэтому могут вполне ядро толкнуть немножко. И вот 1095-1105, главное, чтобы туда ниже не совались, и будет хорошо. Так, фунт. На фунте у нас волатильность 160, то наоборот. Ну, опять же, четверг отличился. И назревает перенос. Ну, пока ядро контракта у нас здесь, но скоро оно будет. В районе 129.50. Я думаю, там немножко осталось. Вот, поэтому можно смело уже заранее выделить. Как раз вот на такие перемены. Алерт установили уже на этой неделе. Кому важно не пропустить этот момент. То есть, максимальный объем могут переместить на 29-е. Это ядро и вот этот уровень, там где 15 тонн, мы обязательно зафиксируем. Да, 15 тысяч контрактов, почти 16. Это средняя цена вот этой загрузки на период, там, конец апреля. Тестили массив два раза и расширяют. Вот первые попытки, это четверг вместе с пятницей. Обратите внимание, что уже вторая валюта спокойно ушла выше максимума. И цена болтается у максимума. Значит, либо коварный вынос по стопам и затем возврат на 1.29. Соответственно, на следующей неделе это будет либо в понедельник, либо уже вторник. Так точно. Но вот здесь пока намек на то, что это действительно выносит. Потому что вот пока, хотя, открытие позиций было в четверг, в 250. Небольшой прирост на самом деле, но на прошлой неделе был хороший такой прирост. Тут сбрасывают немножко. Ну, я думаю, что тут и сбрасывают те, кто заходил на прошлой неделе. Открыли позиции 18 и небольшой сброс идет в пятницу. Ну, перед выходными это простительно. Покупки сегодня лидирует. А вчера был у нас прирост на стороне селера. Соответственно, смотрим более детально на инструменте. По 15 минут посмотрим сейчас. Такие у нас скачки были немаленькие. Это у нас неделя. Ядро недели 29.55. Для спекуляций 29.15. И второй массив по важности это 303. Так, у нас получается Массив так неплохо ядро подержали. Понедельник, вторник, часть среды. Тут хорошая поддержка была. И вот такой сброс по стопорям. Это очень, очень похоже на ТОВ. И возвращаются сразу же на исходную. То есть, два дня на самом деле торгуются по сути на одном уровне. А вот этот маневр был отвлекающий. Поэтому это все сброс топорей, скорее всего, был. Похоже, что попробует толкнуть выше 307 и 306. Сейчас поддельте еще посмотрим. Так. Пятница, видите, старается целый день. Очень старается. Значит, покупки в основном идут на европейской сессии. Королева Англии, наверное. До штатов. Штаты начинаются просто куча, 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 куча агрессоров таких. А сегодня и штаты, и Европа. В общем, вот. Видите, на штатах сброс был. Значит, покупали по ориентиру массива. Так, идем. Ну, вот у нас массива этот. Берем обязательно тут 29 по 288. Потом ядро недели. Там тоже была загрузка. Это массив. Вот этот. Давайте я их так сделаю. Лучше. Ой. Раз точка и два точка. Так, потом вот здесь они быстренько зашли, запрыгнули, вроде как спешили. Но америкосы сбросили. Всем настроение. А сегодня у нас получается утром немножко и вот здесь даже штаты подключились. Вот такие коридоры. 301 по 304 даже 330-35 вот так вот берем. Соответственно, если понедельник даже не будет думать о движении ниже на 1.3 но вполне у нас ожидаемое пробитие максимум недели и отметка 31 может быть достаточно быстро. По продажам абсолютная антипатия к пробитию 306 то есть либо тормозят агрессивно селера в таком ключе как вот здесь были на Европе и возврат в коридор 29.75 29.85 то есть вот поддержка которая была в пятницу если ее пробивают возвращаются на ядро ну там уже на поддержке ядра будем смотреть потому что тут судя по всему практически всю неделю старались удерживать выше 29.15 29.55 поэтому возьмите на замерку индекс доллара как видите отличная такая динамика причем системная нет ничего так сейчас у нас где индекс доллара есть смотрим итак открыт по ликвидности сначала посмотрим тоже четверг произошло какое-то чудо причем две одинаковые сессии у нас тут налицо прям 97 34 98 и четверг был 46 то наоборот похоже что это лидер за этот контракт нет лидер был начале контракта там 40 возьмем даже 13 число захватим вторая по значимости и по ликвидности сессия по открытому интересу всю неделю входят просто как отпятые с понедельника по текущий день открываются позиции без остановки и вчера у нас как раз было 6 половиной тонн дельта на покупку соответственно маневр пятницы ниже 97 34 вызвал стопари порядка трех тонн то есть все кто зашли в среду и четверг вот этот маневр вот тут должны быть одни стопари если цена вернется в понедельник в коридор 4 среды то мы наблюдаем сейчас с вами модель снятия стопарей так что эти коварные маневры пятницы в легкую превращает опасным достаточно интересная ситуация так ядро контракта сформировали вот эти три недели мы фиксируем их диапазон 98 65 и 99 там с копейкой это ядро тут понятно почему тут две с половиной недели стояли 98 88 я не знаю возможно мне так кажется но по вылетному рынку очень много восьмерок попадается сейчас вот сегодня на евро очень много восьмерок было 99 55 у нас идет тоже неделька и защита в две недели тут стояли сотку защищали судя по всему так по текущей недели ядро мы сейчас посмотрим на класс профайл более красиво там все выделим и так одна из ликвидных торговых сессий она у нас с открытым интересом огромным то есть прирост позиций и дельта еще и 6 полагает том что крайне нечасто происходит на индексе доллара прирост 70 одной тысячи по 70 77 да вот то есть де-факто как бы даже стопари которые сорвали у этих ребят байеров несчастных сверху еще добавили позиции и открытый интерес не ушел ниже уровня четверга то есть но висят на 96 95 посмотрим так давайте неделю ну вот она одна сессия такая красивенькая в общем рост если даже начнется но обязательно должна быть сопутствующая в понедельник дельта как видите такие дельты у них проскакивают периодически раз в неделю раз в три и без последующей поддержки агрессоров со стороны покупателей они ну попросту в пустышку либо продажи резко сбросили тогда непонятно откуда взялся открытый интерес прирост то есть соответственно покупать только при соответствующей текущей сессии там понедельник вторник то есть дельта должна быть суммарно за день на стороне байеров в противном случае осторожно вот видите здесь тоже на неделе была хорошая дельта следующая тоже половина предыдущей как раз сброс и потом никаких особо байеров не было видите соответственно нечего лезть покупку так как ну если покупают то они это будут делать и понедельник вторник ну вот здесь там еле-еле душа в теле там держали три дня дельта на покупках все видно что еле-еле потому что агрессор это достаточно слабенько толкали цену вот и тем более у нас получается раз два три четыре пять шесть семь сессий без какого-либо коррекционного движения ну даже вот покупки раз два три четыре пять шесть шестой сессии все и застыли ну а тут семь уже либо у нас будет затяжной такой флэтиус либо у нас коррекционный момент хотя бы подарят ну желательно если будете брать покупки осторожно и только на подтверждение дельты тут как видите массив площадка это вся на кровавой агрессии селлеров поэтому тут сопротивление однозначно объем появился не просто так приток ликвидности объем могут еще ускориться соответственно никаких возвратов до 98 мы не должны видеть на следующей неделе то есть простоят коридоре там день два и могут рухнуть еще опять же если дельты не будет на покупку либо очень быстро даже не дадут зайти разворот до 99 тут индекс доллара в этом плане достаточно такой коварный инструмент осторожнее надо быть так мы сейчас сделаем маркировку вот такую вот эти дельты которые четверг нас покорили штука штука и 4 штуки всегда надо детально просматривать эти события потому что может мы очень очень подозрительно 4 тонны на индексе доллара это невероятная ликвидность вообще просто просто ну рядом торгуют 80 контрактов за 15 минут а тут пятна пять тысяч то есть 80 это нормальная ликвидность для индекса доллара опять 5,5 по цене одной то есть крайне такая все в одну точку за ну штука 300 тут еще было 800 ну 15 тысяч контрактов прошло по этой цене 97,6 чтобы знали что это было вот по этой цене значит мы сейчас на 97 в общем 97,45 вот этот коридорчик плотненько проторговали тут 7,8 тонн и 15 максимальная цена так WPF вот здесь соответственно чтобы хоть как-то встала ну более открыта картина насчет покупок понедельник должен вернуться ну как минимум на вот этот коридор а лучше даже за WP это в районе 98 оказаться но если по силам будет понедельник это сделать то могут здесь площадку формировать перед ростом если же этого не происходит понедельник и он дальше валится вниз можете про покупки пока точно забыть и отложить их в черный нефть так надо вложиться и так у нас прирост и надо лерты убрать чтобы не мешали сейчас так у нас прирост позиции 620 и ликвидность ну вот сегодня судя по всему это понимаю где-то недалеко экспирация должна быть ликвидность смотрим ликвидность ровно чуть-чуть ниже пятницу а так в принципе 4 дня стояли как под линейку тут диапазон просто не трогали даже не выпустили за 49 и 6 48 и 17 значит тут у нас по активности я думаю стоит выделить непосредственно ядро недели как отдельный уровень и вот этот коридор 46 тут два с половиной дня делали уровень даже чуть больше вместе с сбросом по стопорям и по дельте у нас идет покупка начиная с 14 числа единственная сессия это был вторник оно и понятно тут немножко сбросили те кто понедельник пробовал заходить и дельта до сих пор у нас на стороне байера вот так вот значит то ли это перед ОПЕК специально подтягивают цену но в любом случае пришли они на агрессивный коридор где были раньше селеры у нас мы это фиксируем и ориентируемся как у них будет ситуация с этим уровнем если будут бояться расширять дальше соответственно могут сдуться байеры и вернемся опять на 49-48 тут в принципе до вот этого уровня 48 и 4 потенциально еще могут корректироваться это будет не смертельно но не ниже соответственно ниже вот этой площадки уйдут ниже 48 и 4 покупки мы отменяем даже не ищем ну и пощупайте на всякий случай возможно тут снова будут активны селеры петролевом среду там и фомка ну в общем весь набор в пакете дельта 13 тонн вчера было 12 такие дельта у нас были вот у нас допустим 23 тонны это было 5 числа здесь неплохо волатильность удали ушли и 12 тонн было вот здесь вот такая вот активность в общем там и сегодня даже прирост по открытым сделкам то есть и дельта вроде как все хорошо единственное что-то с объемом возможно это на пятницу из-за пятницы то есть на выходные затариваться сильно 404 404 ну хотя там 70 70 30 слабенькая пятница ну пятница это позволительно тут видите она всегда каждую неделю пятница слабенько идет они перед выходными похоже что просто не тарится сильно видите везде пятница идет по пониже объем чем средний за неделю золото так золото 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 тут я думаю надо остановиться деталь интересное тут события происходят с этим металличком сейчас мы посмотрим за три квартала с сентября там с 12 как раз примерно контракт оттуда идут так на фоне практически года тут три контракта мы видим даже 4 сентября 2016 ликвидность уровень ликвидности за эту неделю колоссальный то есть вот два дня просто были невероятная активность 17 и 18 два дня просто по 300 тонн кто-то очень сильно заинтересовался металлом тут был 289 и с тех пор они торгуются выше а тут два дня по 330 давайте заглянем в открытый интерес что там хоть открывали позиции да был прирост даже вчера 16 открывали позиции толкнули неплохо даже чуть-чуть сбросили и снова открыли 18 сегодня перед уикендом соответственно сброс это нормальное явление тут видно по пятницам вот в общем были какие-то приросты не топовая активность но оно как говорится деньги любят тишину поэтому те кто знает они могли вполне там зайти давайте посмотрим что там по дельте да вы смотрите прям не верится что так совпадает все хорошо значит 17 9 2 сегодня почти 2 и 4 тонны на селере 18 было но по сути байер держится с 10 числа по текущий момент тут прям вот у линейка такая стоит просто видимо кода в терминале такой крупный игрок что провел линию все рынок ее не пробивает поэтому соответственно давайте более дизайна зайдем посмотрим внутрь этой недели итак у нас получается покупают штаты это хороший знак видите только ну Европа филонит и начинается Америка сразу затарка идет потом только поняли в Европе что надо тоже тариться и потом Америка именно сделал так понедельник они вместе в принципе покупали судя по дельте классно в общем разыграли так так смотрите тут агрессивно вышли и коварно достаточно системно идут то есть такое ощущение что они возвращаются за стопами на всякий случай возьмите 1248 уровень это как раз и WP проходит тут средневзвешенная друг понедельник сиганет как ошпаренный ниже этого уровня с покупками осторожнее тут пока при таком в таком случае пока понедельника вторника не дойдется на лучше не трогать возьмем эту поддержку мы выделим тут два дня и ядро недели и важный уровень на поддержке даже захватим вот этот коридор 38 и 4 отдельно это понедельник вторник ближе по вторнику объемы которые вот здесь отмечаются тут по ликвидности посмотреть что там где там ну вот вечер вечерняя сессия тут аккумуляция по большей степени такая не ближе к европе с америка вот у нас массив основной поэтому туда смещаемся просто чуть-чуть захватим сейчас этот уровень вот 33 и 38 и 5 38 даже можно спокойно взять тогда особо не потеряем ну и просто одну линию поставим на 31 доп уровень хоть он на вечер как там сформирован но пускай будет потом промежуточная загрузка на 42 тут прям кишит все на стороне байеров второго ранга локация так как тут не участвовала америка по сути и часть европы было только вот сейчас мы вернем по дельте посмотрим 3000 контрактов этого 16 на штатах сиганули кто-то зашел видимо по рынку цена сразу ушла потом на открытии 2 тонны сиганули тоже байеры это уже на европе было америка особо не открывала таких шортов вот у нас 8 а нет были тут немножко и вот здесь у нас что-то сбросила америка ну не сильно как бы вот такая кумулятивная дельта за неделю набирали 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 позиции дельта была отлично и тут напугали людей в общем этим резким маневром вот так вот второй массив который точно стоит выделить по золоту для спекуляции на следующей неделе это 259 и до 52 фактически тут коридор волатильный и он в принципе состоит из двух массивов это массив пятницы и часть четверга по штатам и среда вместе с европой на четверг европы это то что было вот еще на дельте и потом америка всем вот так вот взяла бяку то есть мы их объединили но 56 и 6 это касаемо даже вот вот захватим 60 уровень среды тут еще были какие-то дельты на покупку посмотрим да вот самая мощная волна была набрали до 100 тонн на волне здесь нас 34 ну в общем не сравнить обратите внимание что даже вот эти два дня четверг и пятница по большей степени потихонечку еле-еле душа в теле но более удерживают цену байер 4 раза были попытки у байеров и вот такой просто злостный вынос всех под дельте так что есть шанс есть шанс самое главное чтобы они вот удержали оборону ну хотя бы не ниже ядра недели то есть коррекционный момент до вот этой точки может быть вполне сценарий вот тут будет и вкусно в принципе зайти если понедельник уходит сразу на пробой 60-е после после этого на коррекцию можно будет с этим массивом на поддержке поработать по полу шортам если кто намерен ну желательно после пробоя как раз в тедра недели можно будет тогда уже на коррекции спокойно заходить если такой же маневр сделают понедельник или вторник вот здесь будет отлично и тогда с покупками точно не стоит а вот с продажами можно и пощупать максимум потрогать 64 сброс топори перед шортом как вариант тоже жизнеспособный и в принципе там ближе у макушек вполне там 62-я 63-я как сопротивление может себя проявить S&P так где там S&P до сих пор 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 итак у нас был такой 17 числа опасный маневр который резко выдал себя и отлично что не пустили ниже с 2340 вот здесь был массив с поддержкой такой интересный в принципе и повыше там тоже цену мощность выделим 355 пока не ушли ниже можно это списать на снятие стопорей значит вернулись даже быстрее чем я ожидал на это хорошо принципе тут была поддержка у нас помните 8086 там с копейками это вот этот массив его раз держали второй раз и вот на этой неделе его прощупали конкретно с восемьдесят восьмой до пятьдесят сорок восьмой 40 долларов ушли у них это сейчас норма на 40 долларов сигануть и потом на 40 долларов вернуться обратно в результате 38 тонн дельта по ликвидности две топовой сессии 27 2 и 3 контракт у нас 26 был топ это 27 топовая сессия была как раз вот 17 числа и мы возвращаемся с открыли позиции 18 числа сегодня вот небольшой просто сброс я думаю это уикенд соответственно дисбалансы на 66 по даже не по отдельно вот мы уберем 70 74 с половиной тут они как раз видите максимум четверга надо было немножко отдать топливо рынку чтоб пробили максимум и вот получилось у них вот как раз там может понедельник повторно возобновится за поддержка вот а здесь у нас темнее оттенок будет уровень старенький и так сценарий на жизнеспособные покупки это удержание понедельник вторник выше этого коридора и там уже как раз под фонку начнут расширять и выше если до фонки мы дойдем уже нас двадцать четвертой то сброс тоже я думаю будет перед если будут пробивать за четвертую я думаю будет еще сброс поэтому если в среду будет цена у 23 95 24 до 0 будет я думаю волатильный сброс желательно не ниже восьмидесятой то есть пока будут находиться ниже то есть вот это последний блокпост ниже тогда даже не трогайте мышку на покупку ничего не нажимайте когда вернуться обратно выше восьмидесятым возможно в четверг уже это будет или только под пятницу тогда еще куда не шло это нужно посмотреть как отреагирует и принципе что там будет на фонке так как это минутки могут особо ничего не дать по информации но в этот же день канада с процентной ставкой считывается если у нее поменяется просто наставка по сути это один и тот же конгломерат с америкой а вот поэтому снижение процент ставки в канаде в принципе опять же халявный кэш раздуваем дальше мыльный пузырь и судный день финансовой системы америке откладываем на попозже то есть дальше начинаем то лица фондовым рынком и вполне могут 24 пробить так ну вот миша говорит что ничего не поменяют но соответственно пока ничего не меняется рядом мы финансисты дальше будет орить этот фондовый дальше уже будет видно по опек могут тормознуть перед опек недельку постоять подумать подождать вполне может быть если там все будет как раз к росту доллара или нефти ну сокращение добычи там либо еще что-нибудь придумают в общем можем вполне уйти за 24 плюс ввп в пятницу по штатам такой отчет можно прочитать я думаю инвестиционной компании рассчитывают примерно заранее ориентир на коридор в ввп квартальный ну за год тем более поэтому они вполне догадываются какой будет отчет вот минутки по фонке и петролю это вот в среду будет поэтому до среды понедельник вторник потенциальном просто может возврат быть опять в этот коридор либо простой между двух огней его здесь то есть поняли вторник будет примерно вот тут торговаться не якобы не решаясь пробить еще 24 без фонки ну и дайте только спусковой крючок мы дальше будем покупать соответственно они не будут особо отпускать далеко котировку ниже поддержки вот этой готовимся к продажам и готовимся к покупкам тогда точно будет все не спонтанно и не подготовившись к тому к тому сценарию то есть уже есть четкий план действий не будет такого ажиотажного принять решение поэтому вот такая у нас схема спасибо что пришли подписывайтесь на youtube канале кто не может прийти на вас вид про был сек видеть спасибо миша за информационную поддержку значит хороших всем выходных и до следующего среди онлайн встретимся уже после отчетов фонки и группы штатов всего хорошего достания пока